Это было маленькое отверстие, которое вы видели. Опа! А вот у нас трещинка. Пластырь отойдет. Страшная дырень! Как говорят обычно молодые ребята, когда попадают в объятия опытных пышно-грудах кроссовточек. Добрый день, дорогие наши зрители! После дефектовок начинаем вскрытие и определяем характер и повреждение. Была история у нас с проколом в плечевой зоне в одной из предыдущих серий. Это было маленькое отверстие, которое вы видели. Маленькое отверстие, прокольчик был, да? И внутри вы видели, что там была трещинка такая, трещинка. Вот я начал разрабатывать. Я даже еще не закончил. Что я вижу? Вот что я вижу, ребята? Все. То есть здесь как минимум, как минимум 15 миллиметров. 15 миллиметров повреждения в плечевой зоне. Ну так вот грубо. Да, даже 17, даже 17, даже 17. Ну что я вам скажу? Ну давайте попробуем грубо так отрезать этот кусок ненужный нам. И поймем, стоит ли нам варить его или не стоит. Ну вот, смотрим, что мы видим. Да, в принципе, можно. Я думаю, что можно. Если нужно. Ну, ремонт 2000 такой будет стоить человеку. Колесо 205, 55, 16. 6000 как минимум. Оно будет новое стоить. Нокиан или Кион, как они по-новому сейчас называются на заводе. И судя по рисунку протектора, здесь еще миллиметров 8 как минимум. Поэтому почти новое колесо я бы его сделал, да. Я бы его сделал. Что мы там внутри мы видим, что мы видим внутри. Что мы видим внутри. Так. Внутри мы ничего не видим. А вот сейчас увидим. Сейчас увидим внутри все. Ну, а теперь мы видим внутри. Так, извиняюсь. Так, как в кресло посадили. Вот мы что видим. Да, видите, я еще не до конца. То есть, дошел. Вот, получается, он еще на миллиметра три уходит поры. Вот оно. То есть, надо будет дальше вырезать. Но на это видео мы не будем тратить пленку. Порежем, потом покажу. Не знаю почему. Дорогие зрители. Но мне нравится вырезать резину. Перед тем, как шараховать, мне так проще. То есть, как на грузовом ножом режем, так и на легковом. Ну вот, все. Теперь более-менее нормально. Что там у нас внутри? А внутри у нас вот что. Вот у нас что внутри. То есть, все 20 миллиметров. Все 20 миллиметров. Ну вот, теперь мы все вырезали. Немножко обработали. Сейчас просто замерим внутреннюю ширину. Не так проще, ребят. Кому как. Линейка у кого что. Я старым методом советским. 19,5 миллиметров. Все. 19,5 миллиметров. Ну, что я могу сказать. 12 пластырь. 20, 12. Как минимум. Как минимум. Как минимум 20-й, поскольку легковое колесо. И завариваем боковой порез. Все. Это. А есть у тебя 20-й? Есть 20-й. Будем искать. Ну, если что, 22-й. Так, все. Закончили с этой дефектовкой. Погнали. Возможно, сейчас попробуем заварить в одноэтапный способ. Постелив пластырь. И потом поставив уже непосредственно на вулканизатор. И заварим одновременно. Поскольку представители компании ТЭП, конкретно Аркадий Борисович, говорит, что возможно. Я знаю, что у многих производителей есть горячая серия такая, как у Росвита, допустим. Которая позволяет в один прием все это осуществлять. Многие это знают. Пользуются этим. Я как бы не сторонник. У меня есть свои предубеждения. Но сегодня я попробую. Сегодня я возьму и попробую. Вот как раз на этом сложном, серьезном плечевом ремонте. Заплаты ТЭК они универсальны. Их можно устанавливать как на холодную, так и на горячую. Как одноэтапным, так и двухэтапным методом. И не нужно этого бояться. Ну вот это нужно информацию получить от первоисточника. И когда ты заручился уже официальным заявлением представителя компании, то можно экспериментировать. А так, если ты этого не знаешь, то лучше не пробовать. Мы не срываем эту информацию. Поехали потихонечку. Поехали. Начнем. Сделать нужно углубление. Принцип такой же, как с ножки. Чем больше чаша углубления, тем лучше резина будет держаться. То есть, если погрешности будут вулканизации, не прогрелась, неплохо подушки легли, установилась, не доварилась, то из этой, так сказать, подготовленной под заварку ложбинки у нас все выскочит. То есть, вырвется при потом косметическом ремонте. Или не проварится. Поэтому нужно придать обязательно углублению такой, как бы, вид чаши, что ли. Я не знаю, как правильно сказать. Но, чтобы было углубление с очень крутыми бортиками. То есть, ну вот, например, чтобы вам было понятно, вот так. Вот так оптимально должно выглядеть отверстие, разработанное на протекторе, на боковине. Неважно, где. То есть, оно обязательно должно быть. Вход в него должен быть вертикальный стеночек. И потом... Позвожу, покажи сбоку. Нет, ты сейчас вот так. Нет, ниже, потому что не попадает. Вот так. Вот так. Вот так. То есть, нечто подобное. Вороночку мы должны сделать так же. Теперь все понятно. Под, так сказать, сырой резин. Под закладку. Чтобы она держалась, проварилась и не вылетела. Напоминает работу зубного врача. С детства боюсь зубных врачей. С детства боюсь зубных врачей. Вот эти ниточки можно убрать буром для обработки металлокорда. У нас даже есть видео на эту тему. Такой факлайф, так называемый. Мне нужна зажигалка. Не курю. Ну вот, кто-то там у нас делает эксперименты с бурами. Шайтаном, а с бурами шайтаном. И сейчас вы видите, какое у нас образовалось здесь отверстие. Хотя вот здесь вот еще трещинка есть, да? Казалось бы. Надо еще вот здесь вот тут. Вот характерное, видите, повреждение. Я вроде бы обработал. Пытаюсь сейчас все увидеть. Одну секунду. А вот здесь у нас, опа, а вот у нас трещинка. Вот. И эта трещинка, если мы ее не разошьем. Давайте я сделаю покрупнее сейчас. Сделать. Вот она. Если мы ее сейчас не разошьем, то она потом приведет вот к этом месте прилегание пластыря. Непроварки, во-первых, сырой резиной. Палец уберите. Сырая резина не приварится. И потом это приведет, при вот этом вот движении в плечевой зоне, бесконечного превращения колеса, возможно, к тому, что пластырь отойдет. Ну, или начнет отходить. Там воздушная подушка образуется. Разрушится наружный слой заваренный. И так далее. Поэтому вот эти вот трещины нужно убирать. Поработаем еще немножко. Хорошо. Поработаем немножко. А потом еще чуть-чуть. Отсюда мне не видать, Сергей Николаевич. Я сейчас... С какой стороны вы мне дадите подход? Если дадите. Конечно, Аркадий Борисович, я вам дам подход. Попробуем воспользоваться помощью борта расширителя. Помощь зала. Попробуем воспользоваться помощью борта расширителя немножко. Тут, может, вам видно не будет, но вам будет виден результат. И устанавливать пластырь точно надо на не на распоротом борта расширителем режиме. Шина должна быть борта в свободном состоянии. И идеально, когда дырка внизу, тогда ты сможешь четко нарисовать вертикальные линии практически. Ну, сейчас нормально все. Смотришь, как он мажет и съемка идет, да? И все попадают в кадр. Возьмем немножко другой инструмент, чтобы подобраться. Так, ничего не видно. Так, ничего не видно. Поджигать будете? Поджигать пока не будем. Пока смотрим, что мы тут с вами расширили. Нам главное, чтобы не было трещин вокруг отверстия. То есть, как ламя там будет. Продолжение следует... Ну, пока, наверное, достаточно. Ну, более чем. Дырень уже такая, как говорится. Страшно? Страшная дырень! Как говорят обычно молодые ребята, когда попадают в объятия опытных пышно-грудах кроссовточек. Ну, это не про шиномонтаж. А вы знаете, Сергей Николаевич, что на монтаже тоже бывают случаи. Это не в нашем шиномонтаже. В нашем шиномонтаже только... Только ремонт. Только ремонт души. Только ремонт боковых порезов. Бесконечные. А как же протектор? Так, ну что, вот... Ну, в принципе... В принципе... Осторожно. Ну что? В принципе, нормально, Сергей Николаевич. В принципе, наверное, можно попробовать... Рассмотреть, что у нас тут получилось. Ну, вот тут уже заговори меня нормально. Так. Ну и внутри уже нормально. Все ровненько. Нет никаких трещинок. Да, отверстие у нас... Большое, казалось бы, страшное. Но бояться не нужно. Когда в руках материалы ТЭК, бояться нечего. Когда материалы ТЭК в руках мастеров, то все получится. Все убрали нейлон. Металла тут нет. В принципе, Получилось нормальное у нас чашечка. Лунка получилась более-менее нормальная. Можно, правда, еще со одного края чуть-чуть обработать. Чуть-чуть. Самое мало. Чтобы процесс был завершенный у нас. Продолжение следует... Знаете, я вспомнил стихотворение, Сергей Николаевич. Жужжит, как улей, родной завод. А нам-то хуй ебан в рот. Да, было время на заводе работать. Да, помню, были времена, а теперь мгновение. Раньше хуй давал с утра, а теперь давление. Вот что-то такое, да, ребят? Так, давай. Ну, вот как бы так, да? А нас смотрят, кстати, взрослые мальчишки? Или только ребята? Как вы думаете? Как вы думаете, вот эта наша ебанья, она кому-то интересна? Просто хочется верить, что мы кому-то нужны. Потому что работая рука об руку много дней, мы хотели бы, чтобы наши... Совершенству нет предела, как говорится, да? Но... Да. Лучший враг хорошего. Да, вот это мне нравится. Прометей, Прометей я буду назвать это. Огонь Прометея. Казалось бы. Да, зажигалка Сергея. Да нет, это зажигалка шиномонтажника Дмитрия. Дмитрия. Организация и никаким образом не влияет, не нарушает технологии всех химических и физических процессов. Вот. Поэтому все красиво.